Далее затем, как Шадо Демон сконку разваливает просто линии, просто бегает у робота. И Силенсер появляется, МВП Феникс. Силенсер, который стал героем предыдущего матча, если вы смотрели Вич и Гейминг против IG и Виталити. IG Виталити дважды брав Силенсер, выиграли две катки и очень хорошо там герой себя показывал, раскрывал. Ну что ж, и здесь МВП Феникс тоже решили этого героя себе взять. Ну, герой, который, конечно, ну, если уж не полностью прям контрит Шторм Спирит, то очень серьезно ему мешает. Особенно в начальной стадии, пока Шторма там нет, словно, какого-то БКБ или чего-то подобного. Силенсер просто вешает нюки. Курсу, какой-то Ласт Ворд и Шторм ничего не может сделать. Хороший такой контрпик получился, это МВП Феникс. Ну, а вообще МВП Феникс никогда не страдали какими-то там вот болезнями типа мет и чего-то еще. Они всегда брали какой-то свой полкировый, в котором есть. 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 МВП Феникс первый взяли Фантомку. Просто КО сказал, она моя, это Фантом Ассасин, я на ней буду катать, а МП ты что хочешь и делай теперь. Ну, а МП знает, насколько хорош КО на этой Фантомке, вместе они играли. Вместе герои в пик или одно время, так что это уже очень и очень интересно. Осталось 5 секунд. Ласт пик. Попей. Дополнительное время. Осталось 5 секунд. Шадоу Шаман. Шадоу Шаман. Он на стадии роминга тоже может помочь. Так что пусть будет, пусть будет. Ну что ж, состав выкомплектован. Давайте смотреть за тем, что будет происходить в рамках первой карты. Итак, КО, конечно же, на Фантом Ассасин против Эмпи на Дроу Рейнджер. Как же я прям в предвкушении этого матча. В пике только-только были сделаны, а я уже прям чуть ли не сгорел. Это реально будет очень крутой матч, я уверен. Фебе будет играть на Саленсере. Ризенс играет на Кунки. Вэлло на оффлейн Тимперсоу, соответственно. Вот все понятно. Тут у Пайлайта и Шадоу Шаман в руках будет. Фореф на Акси в оффлейн. Пойдет по пейсу Борталдер Титан. Ну, без каких-либо неожиданностей. Кто на каких ролях должен был играть, на таких и будет. Ну, вот дуб у себя Шадоу Демона допикал. В общем-то, виду, надо, конечно же, будет играть на Штарме. Гуд лак, ха фан. Гуд лак, ха фан. Поехали. Понеслась. Тут же покупаются сразу, конечно же, смоки. Очень важно пробежаться и быстро поставить какие-то варды, которые противник не увидит. Клонов на топке же отправляется в топ. Вот сейчас будет прожать смок. И побежали. Побежали. Бубей также, видим, под смоком побежал, поставил вот такой вот об сервер вард. В чем суть? Суть в том, что здесь на оффлейне, по идее, должен будет стоять Тимбер. И все смещения в сторону Тимбера. Может быть какой-то роминг стороны Кунки, Шадо Демона. Он будет считаться с помощью вот этого варда. Ну, плюс ко всему, если вдруг кто-то захочет поформить этот вот камп, секреты также будут знать. И какой-нибудь условный Шадо Шаман. Салтартистан всегда могут прийти и помешать. Ставится вард. Осталось передом играется пока Попе. Отправляют в свои леса, разведутую территорию. Куча ключик-ликов. Ну, понятное дело, что связки Шадо Демона и Кунка вполне можно делать в ферст-плате на первом же левеле. То есть важно тут просто хоть кого-то зацепить дисрапшн. Не подставляется Тимсикрет. То есть находится на лоу-граунде, спрячется под свой тавр. Ну и скорее всего киллов здесь сделать не получится. Еще один вард был проставлен секретами также вот сюда. На выход-то уже непосредственно с нижней линии. Ну и я думаю, что по одной руне здесь оба мидера будут забирать... Снабу-бантеру. Да, забирает мидвант себе на Штарме. Ну и тут останется Куо. Битва начинается. Куо здесь роль мидера будет у нас исполнять. Так, ну и вот тут интересный у нас уже момент. Первый. Тимберсот отправляется на легкую линию. То есть будет такой своеобразный свап. На топе будет, так понимаю, агрессивная трипла. Где Фэйби будет играть в качестве керри на Сален-Сире. Соответственно, Дуба будет ему суппортить так же, как и Кунка. Ну что интересно. Трипла против триплы. Суппорты, которые будут активничать. Ризан тем временем спрятался. И тогда я его видел. Тогда я знаю, что он там находится. Тут же дает Шеклз. ПП рядом. Ну, бодиблок. Торрент под себя Шадоу Шамана подцепила. И Ризан здесь, скорее всего, свалит все же. Ну так, Кунка, вот это все-таки не Шадоу Шаман. Да, это не какая-то ЦМка этого героя. ХП. Достаточно. Сказать, он разворачивает Торрент. Мидвана засадил. Мидвана большие проблемы сейчас. Куо. Неплохо бы его пробил. Оставалось там буквально сотня ХП. Ну, понятное дело, чтобы если бы Стифлиндаггер и Долкова все равно бы не топили. Но, тем не менее, было это очень опасно. Так вот, Кунка, да, все-таки хорошая у него выживаемость. На первых левелах 4 единицы брони. С ХП полный порядок. Поэтому забрать его не так просто. Но, тем не менее, его разводят на кучах хилочек. Use item clarity. Use item tango. И нужно идти на топ. Самая живая, самая интересная линия, конечно же, будет верхняя. Потому что здесь 6 персонажей. Кто сильнее, вот я тут не берусь сказать, конечно. И с одной стороны есть прекрасные сочетания способностей. И с другой стороны. Понятное дело, что с левелом где-то там MP будет чуть посильнее. Потому что появится гаст и будет precision aura вкачано. То есть будет дэмэдж очень много с руки. Он будет просто расстреливать. Но вот в начальном этапе, если кто-то подставится под дуба, под disruption, получит тот же торрент под ноги. Погибнет. Вот уже в дубу идет. Идет уже. Вот так вот проедает себе проход. Встречает на пупея своим астрал спиритом. Не так-то просто будет синициировать. Конечно же, пупея все знает. Пупея будет контролировать ситуацию. Вот-вот и есть уже первый disruption. Как раз-таки по пупею. Отличный гаст по фейбе, чтобы он не подошел. Он все равно подходит. Торрент уже был заюзан. Shadow Poison стакается. Пупей. Третий Shadow Poison. Last World. Жить должен. Да, будет жить. Неприятно. Неприятно, но вот опять-таки, был бы это, например, Shadow Shaman, он бы уже, скорее всего, отъехал. За счет того, что это Eldorgestan, у него с хп опять же полный порядок, и он здесь выжил. Но опасно. Было опасно. Теперь секреты понимают, что нельзя подставляться под такие очевидные инициации. Ну что ж, КО в миде. Через пурманшилд комфортно должен на линии стоять против Штормспирита. Есть у него тут уже 7 крипов убитых. У Штормспирита, в свою очередь, 14 на 4. Мы видим, что у мид 2 на полный порядок на центральном коридоре. Ну, будучи рейнджевичком, с пассивкой и с ремнантом, конечно, тоже проблем быть никаких не должно. А как у Они левела 6-го? В общем-то, пробить ему Шторма будет нереально сложно. Остается только раскидывать за стифлинг даггером и 2-го вроде прокачки. Надеяться на то, что будешь добивать крипов. Ну и нижняя линия. Ну, я думаю, что она будет не самая интересная здесь, потому что, ну, будет стоять Тимберсо против Акса. Не верю я, что кто-то кого-то здесь сможет забрать без помощи суппортов, опять же. Ну, постоят, один покрутится, второй пассивку будет свою стакать. В общем-то, какая-то более-менее равноценная линия должна быть. Да, определенно в левел. То есть, понятное дело, что ФРФ там может переместиться, надо помочь. Поехали, давайте время, встрял. Встрелят также ИМП, пробивают его с руки. Первый погиб, кстати говоря, Шадоу Демона. Это был First Blood. Смогут ли Ризан с Фейппи хоть кого-то здесь забрать? Блайдай разворачивается там по двоим от Пупея шикарный. Быстро забирает Саленсер. Ризан идет до конца. Все-таки забирает он здесь Шадоу Шамана. Один в два размен. Ну и Ризан могут проблему. В наглую тапаут он делает и уходит. Не хватает дэмэджа. Здесь Ризан очень хорошо оценил ситуацию и спасся. Но размен все же прошел не в пользу МПП Фенинс, хотя нападали именно они, потому что они потеряли First Blood, все равно забрали Team Secret, и более того, они разменялись по количеству убитых людей чуть лучше. И самое главное, забрали Саленсера. Конечно, Саленсер не получил дополнительного интеллекта. Саленсер отправлялся в таверну, хоть и получил ассист. Так что секреты пока на топ-лейне смотрятся очень даже неплохо. Погодай. Решил сместиться, пока на верхней линии никого нет. У него есть там небольшое такое окошечко, в котором он может пойти в мид и попытаться немножко помочь Шторм Спириту. Подгнобить Ко. Кстати говоря, этого сделать не удалось. Линия очень серьезно подпушилась, поэтому Ко стоит под своим тавером. Шадо Шаман ему ничего не сделает. Контроль трону руны на Шторм Спирит. Мид Ван. 25 на 6 уже, в то время как у Март Редки. 20 на 1. Ну, опять же, у Мид Вану чуть-чуть побольше крипов, но разница минимальная между ними. Ну, с появлением 6 уровня, конечно же, все в корне может поменяться, потому что Шторм Спирит один из тех персонажей, который на ранних этапах может помогать своим тиммейтам. Купит себе Блинк. Будет у него там Боллайтнинг. Боттл, опять-таки, что-то там будет у него заюзано. Может быть, приходит на топ. Теперь у него Дуб подловили. На развороте Торрент. Хороший, опять-таки, станк Пупе. Гастом откидывается. Дуб просто-напросто убивает с руки. МП пытается выжать. Его возвращает на крест. Пару ударов в спину. Стики юзает МП в последнюю очередь. Дает Торрент. Не попадает им Рейзен, но все равно добивает Шадо Демон. Стаками Шадо Пойзона. Ну и Тибер Сол. Вот тут я, конечно, серьезно ошибся, когда сказал, что ничего здесь не произойдет. Не должно было, по идее. Но Вэлла в соло убивает Акса. Вэлла Красавчик. Молодой австралийский игрок. Новенький в составе МВП Феникс. Сам он свою практику начинал с такого коллектива, как Space Creators. Позже потом поиграл за второй состав МВП, МВП Hot 6. И вот сейчас заслужил быть в составе МВП Феникс. Лучшего корейского состава на тот момент. Ну и сейчас исполнит, конечно, очень хорошо. Красавчик, победитель. На топе тоже встрял. Вот до поры до времени секреты здесь, конечно, держались. Даже в лучшую для себя сторону разменивались. Но вот с течением времени начались проблемы. Фэби начал зарабатывать себе интеллект. Начались проблемы какие-то у Draw Rager. Ну и мы видим, что вот такие вот дела, что приходится импи уходить в лес вообще. Шторм Спирит там ремнантами фармил стаки. Восвобождаются линии. Просто-просто саленсер на фрифарме может находиться наверху сейчас. Никто ему не мешает. Ко может спокойно фармить центр. Ну и развязные руки, конечно же, у суппорта. Весмаковка не заходит. Тут ходит хороший вард у Team Secret. Все прекрасно видно. И 4F. 4F. Опасен 4F. Внезапно с инвиза выходит. Ко агрит под крипами. Неплохо сыграно. Ко вот таким вот образом решил от них уйти. Но далеко ты не убежишь, конечно. Забирают его. Отличный минус. Отличный пригромный Акс. Несмотря на то, что он нафейлил там на своей нижней линии. Отталст от Тимберсо. Тут соло Медван убивает. Что-то у шамана. Прям под тир 2. Приходит Ризан. Через shift квест дал. Торрент посадил. Медвана. Ну, ХП много, конечно. МП маловато. Но, тем не менее, он просто на гема что-то. Так вот, Акс. Несмотря на не самое удачное начало на нижней линии. Реабилитировался за счет того, что смог убить Ко. Очень важный фраг. Сбивать темп фарма в Мартретке. Это одно из лучших решений, которое может произойти за первые минут 15 игры. Ну, возвращается, конечно, тоже моментально. Ко на линию. Левел 6 уже есть. Кап Де Грейс скачан. Нужно взять себе какую-то ТПшку. Если вдруг сверху опять будут файты. Можно прийти или вниз помочь нам тому же Тимбер. Тимбер сам решил помочь. Но тоже неплохо. У него хороший левел 8. Аркейн Буц имеется. Да, прожимается смок и идут на топ. МП вернулся на линию. А это знак. Это знак, что нужно его убивать. Здесь также и ФРФ. Можно отстрять. Дубу начинает через дисрапшн. Конечно же, по таймингу будет вешать ФРН. И вчетвером его здесь размерзают. Тимбер зарабатывает еще один фарм. Ну, вообще, конечно, фейс-чек такой относительный получился. Только за счет того, что погиб Акс выживает Дроу Рейджер. Но лучше бы ФС-чекал кто-нибудь из суппортов, а не Офлэйгер. Стан хороший от Пупея. Пытка атаковать КО. На блинке сваливает. Есть промахи. Мидбан идет до конца. МП у него остается не так много. По Тавер лезть не стал. Было слишком опасно. И была высокая вероятность того, что кто-то из МВП придет. Центр, силы ТП и убьют Штурм Спирь. Самое время возвращаться на нижнюю линию, потому что начинается дикий подпуш. МП, несмотря на все проблемы, которые у него были, все-таки получился левел пятый. Третья Пресижн Аура, а значит, эмэджа много. КО перед носом Пупея берет руну. Иллюзии. На развороте Стивлинг Даггер. Криты пока не особо хорошо работают, поэтому фраг сделать халявный не получается. И нужно возвращаться на линию. Ну а снизу действительно пуш, потому что третья Пресижн Аура дарует рейнджовикам огромное количество урона. За счет него, конечно, много физики будет заходить от Сим Секрет. В том числе и очень просто расправляться с Таверами. Первый Метавор снесли Випи Феникс на топе. Но снизу, возможно, будет атака на дубу. Получает он га, ставится варды. Очень больно дубусь. АТП одно делается от Вэллы. Есть Агр по двоим. От Форева даже вешается Глобал. Глобал поздновато, на мой взгляд. Таврис уже не спасти. Но Вэлл идет до конца против трех героев. Пытается он подраться. Пассивка стакается. Бить с руки его вообще, конечно, не стоит. Ничего он не боится. 34 армора на данный момент. Сопротивление физ урона 67%. Не стоит вообще его трогать, этого Тимбера. Хотя Штормспирит подтянулся. И вчетвером, может быть, удастся что-либо произвести. Тимберчень. Кого-то замедлит. Замедляет также Куо. Ныряет дальше за полайтайм. Получает Агр. Вот это Куо зря, наверное, ворвался. Юзает стики пока жить будет. 4F. Каллингблейд свой не вкастовывал. Нужно сейчас просто-напросто разрубить Куо. Догоняют его. Да, будут убивать. Куо, конечно, совсем перенаглел. Не по шансам зашел. Мидван. Пытается его разорвать. Здесь Вэлла. Падает Штормспирит. Но и остается там где-то позади акции. 4F пытается сделать тэп-аут. Но сбить ей, судя по всему, будет нечем. Крест откатывался у товарища Ризона. А Торрент пытать просто не успел. Ну и казалось бы, в той ситуации, в которой все уже Вэлл на коне идет вперед. Они должны были забирать всех, останавливать и убивать. Но получилось так, что произошел просто-напросто размен Шторма и в Куо. На Паттамасасинке. Но не так круто. Все же, как Куо не готов? Ну как-то не готов Куо, Куо всегда готов. У кого есть артефакты, нет артефакты. Все равно просто драться. В этом все MVP фениксы. Они только так играют. Ну и отлично. За счет бордости и наглости сделал соло фраг сейчас. Замечательно. 1-2. Более-менее по правилу ситуацию. А то старт, конечно, состального коридора был совсем уж никудышный. 0-2-0. Но теперь уже стало получше. Много лучше. Ну и 7-7. Счет равный, как и должно быть среди таких вот по скилу, на мой взгляд, равных команд. Преимущество как такового у кого нет. По прошествии этих 11 минут неполных игры. Там где-то вперед 500 выходили VP Phoenix. 1000 вперед выходили. Secret. Сейчас 500 плюс имеет Secret. Опять же ничего не значит. В СК полторы тысячи. Вот Вэлло. Вэлло это, конечно, проблема. Вэлло сейчас большая проблема для Team Secret. Как расправляться с этим парнем, вообще непонятно. 2-0-1 у него с легкой линии. Пойнт бустер, конечно, делает уже намеки на покупку Блэдстоуна. Неужели будут его гангать? Вы, слушайте, вчетвером. Давайте. Хард босса. Рейд босса. Как угодно. Поймали. Вордекс. Дальше. Глобал. Вэлло. Глобал. Топ. Пайлайт дай. Слушай, сбил ТП. Дальше что делать будет? Да ничего они ему не сделают. Просто ничего. Вы можете там с этой пресижен аурой хоть вот в пятером его стоять и лупить. Ему будет по барабану абсолютно. Нужны нюки какие-то, какой-то бёрст, а таким, ну, не обладают Team Secret. У них травм не на это рассчитан. Ну, причем, что самое неприятное, как Блт Родитам, даже своим Nature Lord, у меня особо помогает. Съедает только белый армур, а тут стакается. Стакается зеленый за счет пассивки. Поэтому он не снижается. Верхнюю башню сил тьмы отоплено. Жило будет с ним рисом работать. Очень тяжело. Ну, чтобы хорошо завладели, между прочим, чужой территории. Випи Феникс поставили вот такие отличнейшие варды. Раз стоит вард. Сентрик ставится, находит Пупеева. Замечательно. И еще один вард есть. Ну, вот на сносе этого варда пытаются завязать борьбу. Сейчас Фэпи вместе с Ризаном. Иду до конца, Шаду Демон тоже рядышком. Но как-то аккуратно смогли сикрыт этим процессом заняться и не подставились. Получается, Тифлинг Тайкер. Тут Мидван, между прочим. Вот видите. Натопите времени, Макс может встрять и, конечно, в последнюю секунду прячется в туман войны. И не обнаружили здесь стройка MVP Феникс. Только сейчас тут вардинг. И аккуратно-аккуратно забрать и бежать, бежать. И туда куда подальше. Так, было заюзно. Между прочим, скан. Здесь спалили то, что МП находился в этой точке. Ну, спалили, что кто-то находился в этой точке. Все, что вы увидите на нижней линии. Стягиваются MVP. Вэлл идет вообще никуда не поится. Спойст Тавр противника. В принципе, понятно. И вот теперь Риза начинает прокаст выдавать в МП. МП в наглую делает ТП-аут. Креста уже нет. Фэбе дал Ластворд. Не пробьют. Дровка здесь выживает. Ну, с другой стороны, конечно, вот держать до последнего... Ну, можно было. Наверное, можно было дать просто торрент. Ну, хотя, да. Тут, наверное, все-таки Дрорейджер был огромное количество возможностей. Просто избежать этой атаки. Нужна была помощь. Кунг не должен был нападать один. Мид-2. Интересную позицию занимает. Что тут он забыл? Кого он таким образом хочет обрадоваться? Не, ну вообще, конечно, если где-то в миде начнется драка, он со спины может прилететь. А, таким образом он пачку грибов съедает. Он, то есть, не позволяет пушить. Рискованно очень играет в Мид-1. Но тут, на самом деле, то есть, чем его цеплять. Бывают такие расклады, бывают такие драфты, при которых Штурм Спирит просто ничего не сделает, только потому что нет каких-то дизейблов, нет станов. А здесь и Глобал, здесь и Крест есть. То есть, можно шаду демоном дисрапшен плюс торрентом как-то подцепить. Купей. Дубу. Не успел среагировать, по-моему, что дисрапшен не подцепил ПП. Сюда же ТП. ФРФ без Блинк Даггера он с Ван Гуарда, поэтому тоже синициировать не может. Они вот бегают сейчас секреты по лезвию ножа уже. Несколько попыток было от МВП зацепить, но все как-то не удается пока. Ну и секреты в оборонительной позиции. Все стараются свой один тавер не отдавать. Очень нужен Блинк сейчас, конечно, Акс. Вот он уходит как раз-таки фармить стаки Энш. Эншов действительно здесь очень-очень много. Надо, чтобы потерпели его тиммейты. За это время не отдавали. Ставятся варды защиты от Палайдана на тир-1 тавер. Шадо Бойзон. Купей также дает Астрал Спирит. Дофармивает наконец-таки Блинк Акс. Ну и вот сейчас Блинк прилетит. Можно будет самим навязать борьбу. Залетает Мидван, цепляет Ризна. Падор в Сплиттер. Тут же Глобал пошел. Шадо Демон хорошо сейвит Ризна с помощью Дисрапшина. Акс. Где же Блинк? Где же Блинк Акс? Летит, летит Курьер. Вот он летит. Вот сейчас момент. Вот сейчас буквально пару секунд. Акс. Блинк Даггер есть. И вот теперь нырять. После Глобала. По двоим. Акс пошел по одному, только Фэбби зацепил. Где продолжение? Да, Рент хороший по шторму. Не дали ворваться. Тут же Вэлла ныряет. Все-таки пошел Мидван за Фэбби. Пытается его разобрать. Курса. Демоник Курс на Мидвана. Саленсеры уже забрали в размен на Шадо Шамана. Драка делится на две части. Потому что Ко уже пошел убивать Эпи вместе с Купеем. Ну и Акс. Акс начинает рубить людей. Как же больно. Шадо Шаман байбекается. Боих уже приговорил 4F. Отличная карта парами. Остается Вэлла вместе с Куо. Держит в шеклассах одного. Возвращается Куо помочь своему тиммейту. Пайлайдай нужно убивать. Таск грызает Пайлайдай. Куо пытается Север пробить. Первая пассивка часть промахов есть. Все-таки от Эпи. Ныряет Куо. Дальше Сэпи пытается пробить. И кореец Куо сильнее корейца Эпи. Отлично сыгранно. Правда все равно Куо погибает. Дальше идет Симперсо. Опять-таки остался один против всех. И убивать его нет никакого желания. Абсолютно. Просто МП не осталось у Акс. Так что, конечно, попытался бы, наверное, разрубить. Попей идет дальше. Станд еще даст один. Нет, дает. Успевает уйти Тимперсо. Ожесточенная схватка. Конечно, по итогу. Четверых потеряли МВП. Троих потеряли Тим Сикли. Что Шаман делал Пайпбэк. Так получилось, что 1200 колды плюс оказались и МВП Феникс. Тимпер остался в живых. Тимпер заработал больше всех. Да. Это, конечно, очень-очень-очень забавный файл получился. Ну, что по артефактам? У нас есть ли какие-то продвижения? То, что Бладстоун есть у Вэллы. Это мы видим. ВГ от КО. Ну, чтобы так агрессировать, чтобы идти далеко вперед, конечно, только ВГ и поможет абсолютно. Рациональное, разумное решение. Дальше, конечно, купит себе какой-то Бладстоун. Бладстоун, скорее всего, выйдет в Дизоль. Потом уже все остальное. Владмир на команду тоже будет нужен. Ну, а что же касается Team Secret. Тут у нас 4F, блин, мы у него наблюдали. MP покупается по Dragonlance, что тоже, в принципе, разумно и очевидно. И Oblivion Staff есть у Мидвана. Все же выход в Warhead будет. Ну, то есть, задача, так понимаю, ворваться первым, накрыть Silent, не дать ему скастовать Global, потому что Мидван сейчас от Silent очень серьезно страдает. Это разумно, конечно. Ну, кто-то в каких-то вариантах, в каких-то матчах я видел, что вот у Storm Spirit и против Silent стараются БКБ себе заражить очень быстро. Ну, и уж как-то более-менее неплохо себя чувствовать в файтер. Юл какой-то тоже мог появиться. Ну, ладно, Орхитет тоже хорошо, может сработать. Ну, что касается Draw Ranger, у нее здесь есть большие проблемы. То есть Dragonlance, конечно, увеличивает рейндж ее атаки, и она сейчас с большей дистанции будет расстрелять противника, но вот Ко. Ко на Phantom Assassin, он сокращает дистанцию, и все равно. Где там стоит эта самая Draw Ranger? Все равно, да, Слифинг Даггерс, она плиткнется и будет пробивать в упор. А этого Draw Ranger очень сильно не любят. Так, зашли на Тир-2, у нас плотной Team Secret, поставили вард, конечно. Пуш потенциал за счет вардов, он очень хорош. Вынужден натягиваться MVP Феникс, остались здесь Ко вместе с Дубу. Возможно, Акс попытается синициировать, Ко упрыгивает на своих крипов. Отлично, Дубу тоже пытается спастись. 4F догоняет Дубу, поджигает его. Есть стан. Есть дисрапшин из-под Агра. Что-то демоку? Это его не спасает, и 4F делает негакилл. 4F пока, конечно, тащит. Акс, получивший хороший разгон благодаря своим же Кангам, он сейчас с Вангвардом, с Плинком, он делает практически все замесы. От него очень много зависит. Да, на Потапе. Ну и Нетворс у него 8500, даже больше, чем у Тимберсол, даже больше, чем у Фантомки. Сильно. Фэбик, кстати говоря, тоже с Драгонлендсом. Фэйзы, Драгонлендс и Драма Фэнджианс. Неплохо. 6 интеллекта всего лишь воров. Нормальный такой добротный, айтембилд. Можно из дистанции тоже стоять, наваливать. Ну, конечно, важно просто каким-то образом избежать Шторм Спирита сейчас. Ну, точнее, момент, когда они появятся Орхид. Среагировать быстрее, прожать Глобал раньше, ну вот что-то из такого разряда. То, что Орхид тоже у Шторма есть. Торрент просветили, но подумали, внезапно в Дурк Секрет и пойдут поэт Рошана. В целом, кстати говоря, есть такая опция у Тим Секрет, опять же, за счет Вардов, то пока они в откатятся, но тем не менее, можно просто еще от того, что хороший урон с руки. Четвертая Присижена Аура, то есть там и Шторм Спирит хорошо будет наваливать Шату Шаман и, собственно, сама Драгонлендс. Ну и все же вот МП. Интересное решение, кстати, мы уже против различных врывателей типа Куона. Фантом Ассасинки это покупка Херрикейн Пайка. То есть купить себе Форстап, Драгонлендс и сделать плаик себе и Пику. Просто-просто, если врывает Скоб, отодвинуть себя на максимальную дистанцию от него и расстреливать издалека. Хороший план. Лейт Мэлл Вэлл. Дозреваю, что выход будет в лоту-сорб. Акс ныряет. Глобал. Глобал в ту же секунду. Да, потому что в миде убивали Шату Шамана, поэтому Глобал должен был и там. Но и здесь, отчасти, Вэлл он тоже помог. Хотя бы выиграть время, сможет ли он уйти. Отличный Тимбершейн, отличнейший максимальную дистанцию. Где-то Медван до конца, хочет и того, и другого взять. Без КП уже остался. Получается, что Медван здесь просто погибнет. Акс нырнул, конечно, на Фэби, пытается его взять, Фэби ускоряется, пытается убить, на барабан нажал, барабан и барабанит. 4F. Дисрапшн получает. Прогнорирует его Блэйт Мэл. Ну и 4F теперь тоже можно съедать. Отлично. Отлично справились сейчас с этим файтом MVP Phoenix. Разделились сами на две части карты. По большому счету смогли сделать на миде 1 килл и 2 килла снизу. При этом никого не потеряв, Салис остался уже так. Нижнюю башню силы тьмы атакуются. Отличный файт 14-12. И сейчас MVP Phoenix будут возвращать график в ноль. По NetForce. Вообще, командному по экспериенсу тоже. Тоже было превосходство Team Secret сейчас ему сократится. До минимума. Нижняя башня силы не разрушена. Но все еще это, конечно, не позволяет и не дает возможности MVP Phoenix наглеить, идти куда-то самим взломать Тир-2. Все еще очень опасно подставляться под алдерцитана под врыва Акса. Да и шторм всегда хорошо может инициировать. Поэтому только аккуратно на ошибках противника. Ну и на клютаях появляется Персвиренс у нас у Фантом Ассасинки. Очень-очень интересно. Интересно, интересно. Это будет БФ. Баттл Фьюрина Фантом. Вот откуда я такого, признаюсь, давно не видел. Может быть, когда-то, конечно, и было, но не так часто, как обычно Фантомка. Не так собирается от кого. Тут БФ. Очень интересно решено. Ну ладно. Кстати говоря, прожали сейчас под вардом противника Смог, Сикрет. И поэтому MVP Phoenix, безусловно, знают. И они, конечно же, будут ждать, если пойдут в их леса. Они будут здесь четвером. Примут. От кого только встревать нельзя. Паст, очень контролит ру. Ну здесь уже могли бы быть в теории Team Secret, но они тоже, не знаете, находятся Фантом. Фантомка будет пробегать сейчас мимо, Смог спал. Фореф среагирует, в какую сторону нужно блинковаться. Нет, не в ту сторону. Пошел, и Кодис благополучно покажет. На разворот, еще в Шаду Шамана. Можно синицировать. Ризан дал торрент под ноги Пайлайдаю. Подловил его. Что-то хочет его забрать. Варды ставят защитные. Здесь вынужден просто Шаду Шаман очень побоялся на свою жизнь. Боялся ничем не помочь с имтиммейтом в случае, если драка начнется. А сейчас Фэлла сагрили прямо под Варды. Зацепились уже Лоту Сор. Между прочим, корабль залетел точно в Форево. Рассказ в Форево от Тимберсоу очень жесткий. В итоге Велосферепствует и идет дальше. Негодует Пупей. Нужно как-то сматываться, убегать. Тимберсоу идет дальше, его режет. За детеврением налетел Мидван. Фэйби пытался взять. Но вот за счет Оркин он справляется с ним. Дум получает. Дизейбл также погибает. Полайдаю в ответ. Карает Фантомка вместе с Тимберсоу. Ну и Мидван. Остается запас МП для того, чтобы просто-напросто уйти из драки. Ну и замес получился 2 в 2. Потеряли Керри и Суппорта, получается, и ВП Феникс. В то время как Оффлейнеры и Суппорта лишились Тимсиклет. Ну такое опять-таки более-менее функционально получилось. Вот Пупей сейчас может стрять. Пупей. Пупей. Стан раскручивает. Хорошо. Стан, наверное, спасет, если Вэлла сюда не подойдет. А он-то уже рядом. Пупей. Хорошо. На Форстафе в сторону своего кэмпа. Нейтрального и сматывается. Вот Спикой. Спикой. На Фонтемпи. Ну, в замесе, опять же, там, если будет налетать Фантомка, он с ней уже более-менее справится. Подвинется подальше и, ну, хотя бы первую волну атаки он переживет. Все еще опасно, если будут подходить там, помимо Фантомки, еще кто-то. Или Фантомка следом подойдет. Или вот если, не дай бог, МП посадит на кресток, это вообще сразу смерть. Уже никакая пика не спасет. Но пока крестом, как-то, кунка до АМП не добирается. Есть более приоритетные цели, то есть иногда там нужно соинициировать с большой дистанции какого-то шторма, может быть, просто подловить. Или Акс очень часто врывается первым. Тоже подержать его на месте, чтобы не буйствовал. Ну и как же хорош Вэлла. 7-0-3. Вот Тимберу дали легкую линию, которую он очень-очень качественно отстоял, убив в соло Акса, я напомню. Упал себе нужные слоты, команде всегда помогал, как нужно борозил, когда не нужно отступал. И даже в данной ситуации он сбежал, атаки станет им секретом. Сам того не знаю, между прочим, тем не менее. Опять выходит. Нет, пить Тиберсо сейчас ни в коем случае нельзя, потому что MVP-то уже под смоками. Они готовы очень быстро подойти. Забегают, примерно чувствую, где находится оппонент. Вард стоит, не забываем. Этот вард очень многое сделал для VP Phoenix. Просто Фореву наглые летают ко. Глобал пошел, подцепили кастки Фореву, посадили его на... Иначе его не посадили, на самом деле. Не по таймингу раскатывался пункт, поэтому Форев в этой части сейчас будет жить. Эрв Сплитер неплохой, Акс все равно погиб. Ну а вот Вэлла застрял, конечно, но толку вообще никакого его не убить. Уйдет на Тимберчейне. Даже врыв Вакса под Тир-2 Тавер на 25-й минуте все равно оказывается в плюс для MVP Phoenix. Ничего не могут сделать циклит, когда MVP нападают сами. Для того еще и Блингтакер появляется у Тимберсо. Сейчас вообще добираться до какой-либо цели становится намного проще. Вдвойне быстрее. На очереди, по идее, должен быть Рошан. Вот просто не имея дезолятора в инвентаре в своем, Фантомка не имеет возможности так быстро его и забрать. Ну а тут тиммейт и помощники такие из себя в плане, как раз таки вот убийство Роша. Дэмэж по товарам довольно слабенький, получается, этой пятерки. Ну вот с героями дерутся они хорошо, конечно, с остальным расправляются. Ну и с другой стороны, мы видим, это и не нужно. Они участвуют в вайтах, выигрывают вайтов, подпушивают. Все-таки, встали пополам удается это сделать. Но то, что касается пуш-потенциала стороны Тим Сигрет, здесь полный порядок. Здесь за счет хорошего урона свуки, товара падают и очень даже быстро падают. Ну дай только волю МП, он пойдет все поломает. Верни в башне сил света атакуют. Я думаю, у нас с вами будет даже какой-то один момент, где МП, там придется Монта Стайл, просто пошлет иллюзии с этой пикой куда-нибудь на Тир-3 и снесет пока ЭБИП. Ну опять же, если Сигрет и будут еще держаться. Что пока последние файты проходят точно не под их руководством. Этисон с Блинком тоже. Ну, футка, нужно ворваться, нужно браться, конечно, Блинк. Незаменимая штука. И Башар, уже появляется Фантом Ассасин и Абисл Блейд не сгорает. Тимир пошел, прочекал, тут Тирень Макс ворвался, поздно ФРФ реагирует, как-то не дал сразу он свой агр. В итоге контр-инициацию ловит в виде Вэлла, залетает также корабль Торрен, все это под глобал. ФРФ бедняжка в таверну отправляется. Пока Глобл действует еще и Мидвана, пытается Вэлла взять. Мидван пострадал очень серьезно, нужно хайд на булайтник. Пайлайдай смог, нет, не смог. Пайлайдай хотел уйти, его вернуло, так понимаю, конка за счет креста. Пайлайдай, который не смог. Ну, а теперь уже можно на нашу. Теперь уже всей толпой навалившись, хватит дэмэджи, криты хорошие работают. Абуз с крестом продолжается, X-Mark матризма. Ну что ж, минус 2, опять же, без потери, это MVP Феникс. Единственное, чего они лишились, это Глобала. Ну, это опять же на короткий период, когда идет откат. Ну и будет Айгис, Айгис для MVP Феникс. Ну и всего, тут казалось, последние файты сейчас выиграют MVP, проводят их лучше, собирают Рошан, а преимущество вообще минимальное. Копейки. Вообще, командном, в зачете. Тут проблемы даже не столько, сколько в экономической составляющей, сколько, конечно, вот характеристика героя, потому что вот Тимбер, как невозможно было взять в тот момент, когда MVP Феникс проигрывали, и тем более его не взять, когда они выигрывают. А не с каждым разом все лучше и лучше артефакты, все больше зарядов на Бладстоуне. Все лучше стата. Ну и левел, соответственно, выше. 7.06 уже. Да. Это Австралия издает жару. Да, причем, конечно, вот представители Австралии, насколько я сейчас вспоминаю, игроков с этого региона, много кто из них добился успехов, потому что вот был такой товарищ Кипи, а если вы помните, он сейчас тоже катает Ньюби, причем довольно успешно. Катает Ньюби, я напомню, в рамках этой лиги уже в венерах плей-оффа. Есть, правда, один не самый хороший пример, это X-Music. Тут он играет даже побольше, чем Velo, но вот как-то вот он в всей регионе там застрял, и с GoDot, по-моему, тоже такой австралийский игрок есть, они много чего не добивались. Мало выигрывает. Но есть хорошие примеры, типа KPI, вот Velo. И исполняет Бульстаров. Так, ну что ж, Пупей пошел, Пупей пошел с Мидваном. Так, атака, возможно, будет на Ко, сейчас могут ли взять, но снова Глобал, Ко, Ло, УХП остается, разворачивается, Абисал Бейд в шторма. Да, ну, тяжело. Ну, более того, конечно, странно вообще видеть нападение на того персонажа, у которого есть Айгис. На что расчет? Ну, конечно, можно было бы выбить Айгис, быстренько смотаться, и был бы неплохой, наверное, мув. Но помощь 100 рядом, МВП, стараются как-то помогать Сайпкору. Ну, что, можно таким образом забрать еще и Тир-2 по Амиду? Ну, тут еще тоже вспоминают такого товарища, как Ана, ну, давайте будем честны, она только появилась на просцене. Да, у него, конечно, там запредельный показатель соло-рейтинга, и он теперь уже играет в крутом составе, но еще пока ничего не добивался, да, еще ничего не выбрал. Он так же, как ВЛ, им еще предстоит доказать, что они могут. За ними, конечно, пристально мы наблюдаем. Тир-2 разобрали теперь, МВП Феникс. Ну, и теперь на Тир-2 перемещаются уже по верхней лиге. 30-я минута встречи, 20-14. Ну, и все меньше и меньше шансов встать у Team Secret, конечно, на камбэк. Просто я смотрю на эти графики, они растут в пользу МВП Феникс, и не собираются нажить и вниз. Нужна будет хорошая драка Team Secret. Нужны еще артефакты для Draw Ranger. Кстати говоря, Яша и выход в Shadow Amulet. Соответственно, выход будет дальше в Shadow Blade. Shadow Blade, потом с перспективой покупки Silver Rage, чтобы отключить пассивку Фантомки или Тимбера. Звучит как Контра, но такая чисто теоретическая. На бумаге, конечно, это здорово, но вот на практике, как это все будет реализовываться. Ну, потом, да, тут если удастся это терпеть, 6 лотов дровки, она заходит, удар один по, ну, условно, Фантомке. Отключаем пассивку, выдаем дэмэдж по ней, и она будет выдавать там на 60% меньше урока тоже хорошо. Ну, или Тимберу тоже отключить. Не знаю, сработает. Успеет ли не успеет ли собрать, самый главный вопрос. Вопрос актуальный, вопрос трепещущий. Почему? Потому что уже VP Phoenix поднимается на хайграунд. Более того, тут не думаю, как он ныряет в 4F, про плейдмейл дэмпить не стоит. Ну, тут уже Тимберсов решил расправиться, в 4F на крест посадили, на торрент посадили, и байбэк вынужден ее за тякс. Ко не боится врываться в кого-либо, потому что все еще имеется, аэкс. Штарм спирит, залетел на Велло. Тут же пошел Global Silence, пытается еще раз Ко пробить в 4F в Блейдмейле. Интересно это выглядит, тут же решается не добивать его до конца. Мидван бы нужна наступать. У него есть БКП, вот, наконец-таки, 4F за всю боль, за всю обиду просто взял и уничтожил фантом. Ну, сбил разве что Аэкс. Дальше Гаст, дальше Хекст по Ко. Ну, на крест посадили. Вот, пристом-таки, добрались, наконец, до Эмпи. Ныряет Ко, Абисал Плейд по Эмпи. Надо пробивать, криты не работают пока. Расстреливает на развороте Эмпи. Снова появляется 4F. 4F. Но, как бы, потерял, Ко, ну и что, Ко, здесь у тебя умирает. Смогли, Василий, дубу тоже падает. Вэлла теперь нужно, наверное, уходить. Не забываем про то, что есть Кэрри Фэппи на салитере, если что. Попей. Коскептор. Форстов жить. Вэлл до конца идет рассказ. Отличный рассказ исполнения Вэлла. Богоподобие. Ну да, файт вроде как даже и выиграли. Ну, с учетом того, что на байбэк развели акции и так далее. Фантом, конечно, потеряли, это неприятно. Но, в целом, главное, что линию не спушили. Вот, бараки стоят, а это значит, что Team Secret еще верхнюю линию сохранили. Значит, еще будут играть. Ну, не все так просто. Не все так просто. Team Secret нашли возможность убить Фантомку дважды. Это уже дорогого стоит в такой ситуации. Сбить Аегиса, потом еще раз ее с флхп забрать. Ну и варты, кстати говоря, здесь тоже были довольно удачно поставлены. Вот в этой области. Они не столько, сколько бы дамажили, сколько они отрезали Фантомку от ее тиммейтов. Ну, какой-то такой живой барьер получился. Причем чисто интуитивно тебе не хочется идти на эти варты, чтобы пойти там спасать своего тиммейта. Потому что, понимаешь, они могут по удару скинуть, тебе тебе больно. Особенно там, что тут демон в комнату или сальцер. Как-то пока Сикретом удается сдерживать натиск противника. Не без проблем, конечно, не без потерь, но тем не менее. Фантомка все настреливает. Точнее, Дровка все расстреливает, настреливает. Есть уже Shadow Blade, 1100 голды. Харикейн Пайк появляется в саленсерах. Назвать, конечно, вот Керри этого саленсера, наверное, язык не повернется, да? Потому что, ну, какой-то Харикейн Пайк, Драма Фэндженс, Юл, он скорее как больше такой сейвер. И используемый персонаж для того, чтобы дать саленсеру. Так, как-то. Тут Керри Фантомка. Тут Кор Тимбер есть, как танк. И такой тоже дэмэш дилер, между прочим. Саленсер где-то там позади стоит. Там раз ответил курсу какую-то. Ластфор, да. Нюки какие-то попадавал. Там есть на него сагар, то есть он Юл поднял себя. Сейчас еще и Пику будет там в сторону выдавать. Ну, как-то так. Ладно, все же не супор, все же какие-то артефакты имеют, между прочим. Хотя даже удержится позади тот же самый Дроу Рейнджер и Шторм Спирита. В том числе. Так, Шторма БКБ, как мы видели, уже 2600 денег у него сверху имеется. Вообще, есть возможность к следующему заходу на хайграунд от MVP приобрести себе еще какой-либо артефакт. Вот вопрос, что брать. Сейчас вот выбор айтембилда очень многое зависит от тем секрет. Думаю, тоже сейчас очень серьезно размышляешь. Нижние башни сел, тьмы атакуют. Что же можно помочь? Ну, из самых, наверное, мейнстрим-вариантов дефолтных. Это все же какое-то, наверное, какое-то шиво. Чтобы залетать там по всем, в том числе и замедлить скорость передвижения, скорость атаки и так далее. Господи, это поможет. С другой стороны, Хекс. Может быть, не лишено смысла взять. Ну, Хекс тут одна печаль, то, что Ко уже начал покупать себе Огрклаб. И, скорее всего, это будет БКБ. В течение 10 секунд этого фантомку не возьмешь. С другой стороны, можно другие герои вцепляться Хексу. Не знаю. Посмотрим, что он в итоге возьмет. Да, БКБ уже, между прочим, собрано. О, Ко. Ну, вот теперь, теперь что с ним делать? Непонятно. Есть Смок. Пытаются как раз-таки использовать самое БКБ по назначению его прямому. А то пойдет Тимберсов, никого не боится. Да и нападать на него сейчас тоже не будут. И здесь выходит Тим Секрет из своей базы. И могут они с спины обнаружить противника. Выходит первый Кунка. Что по Вижену ни черта не видит. Но в спину идут довольно серьезно. Причем отличается, с одной стороны Тимберсов, с другой стороны его команда. Подходит, пытается попеять и крест Ризан.